парни всем привет и сегодня весьма необычный обзор необычен в первую очередь для меня потому что сейчас мы будем смотреть на аналоговую камеру на новую аналоговую камеру от cadix fpv которая вышла буквально недавно в январе 2024 года для меня эта тема уже стала как бы в прошлом я на самом деле на аналоге уже давным давно не летаю наверное уже где-то полтора года все коптер у меня на цифре но спонсор данного видео cadix fpv выслал мне данный образец и мы сейчас будем на него смотреть на самом деле камера даже очень непростая потому что у нее есть очень одна интересная фишка сейчас мы проверим протестируем но к сожалению не полетаем и так что же это за камера такая эта камера ретал про почему у нее приставочка про потому что она снабжена интересные функции эта камера очень хорошо видит в темноте что же мы видим с обратной стороны коробочки здесь мы видим шильдик на котором написано cadix ретал про значит размеры картинки которые она может формировать это 4 к 3 и 16 9 питание камеры от 4 с половиной до 27 вольт то есть сюда можно ее можно запитать от 6 с аккумуляторной батареи фокусное расстояние 2 и 8 миллиметра что в общем то неплохо цвет камеры черный давайте откроем коробку и посмотрим что же в этой желто-черной коробке нам прислал cadix так что-то у меня не открывается коробочки у нас находится камера и джойстик управления меню данной камеры обычный джойстик для аналоговых камер ничего здесь такого в нем привлекательного нету и в общем вот сама камера первое что мне бросается глаза это достаточно большой объектив и это на самом деле неудивительно потому что камера заточена для работы в темное время суток и объектив здесь должен быть в общем-то по моему мнению достаточно светосильный на объективе почему-то у нас здесь написано 3 мегапикселя хотя камера сама анонсирована 5 мегапиксельная с обратной стороны у нас есть два разъема которым подключается вот этот вот двухпиновый сюда мы подключаем джойстик а сюда мы подключаем соответственно питание и сигнал видео что у нас еще в коробке по коробке у нас находится я думаю там провода только больше ничего нету да ну вот еще ключик положили молодцы винтики крепежные ключик на 2 миллиметра по моему шестигранник вот такой вот провод провод для подключения к видео передатчику три жилы и провод для подключения к джойстику давайте сразу подключим вес камеры у нас восемь и четыре грамма если еще мы добавим сюда провод то будет ну читайте 9 грамм давайте коротенько пробежимся по техническим характеристикам данной аналоговой камеры камера имеет сенсор 1 и 8 дюйма горизонтальное разрешение 150 твл поддерживаются форматы нтс и пал поддерживается размер картинки 16 9 и 4 к 3 поддерживается супер видеор это значит на контрастных кадрах у вас всегда будет проработанная картинка то есть не будет пересветов и не будет темных участков это очень хорошо камера имеет светочувствительный сенсор и это мы обязательно проверим в данном видео как она смотрит и что она видит темное время суток линза 5 мегапиксельная как утверждает производитель хотя на линзе написано 3 мегапиксела и вот это вот мне непонятно что еще значит интересного здесь мы можем увидеть фо в камеры угол обзора 125 градусов в общем-то не такой уж и большой если сравнивать цифровыми камерами там 170 160 градусов здесь 125 но в общем-то камера предназначена в основном наверное для рейсеров а им в общем-то широкий угол особо-то и не нужен меню камеры поддерживает русский язык и это good размеры камеры 19 на 19 миллиметров стандартные как я уже говорил питание в широком диапазоне от четырех с половиной вольт до 27 вольт ну и в общем то пожалуй все тогда в общем вот такая вот у меня получилась конструкция это называется стенд для тестирования аналоговых курсовых камер так здесь у меня видеопередача кота и чай сверху мне на липучке приклеена курсовая камера рейтл про здесь у меня джойстик для управления меню а с другой стороны у меня аккумуляторная батарея 4s и даже есть xt60 который мы с этой аккумуляторной батареи будем соединять значит камера подключена тремя проводками плюс-минус и видео использую я bento первый канал картинку камеры достаточно сочная но на самом деле сложно что-либо сказать более точно при искусственном освещении но по крайней мере то что я сейчас вижу меня вполне устраивает картинка хорошая мне нравится что касается задержки задержка на мой взгляд есть но она минимальна она конечно не сравнится с задержками цифровых видеокамер цифровых видеосистем вот и как я вижу здесь вот ну прям вот очень хорошо и так ребят меню курсовой камеры ретал про заходим в него нажимаем один раз на джойстик и сразу переключаемся давайте на русский язык и смотрим самого первого пункта некоторые пункты меню меня если честно ввели в какой-то ступор я не понимаю что они значат и какими настройками они управляют но допустим данный пункт меню в принципе понятен и так что он управляет шаттером камеры то есть выдержкой и заходим него давайте посмотрим первая опция это яркость вот меняем ее и ничего не менее а нет смотрите меняется но это какая-то видимо экспо коррекция да мы можем отрегулировать яркость то есть светочувствительность видимо нашей камеры в автоматическом режиме дальше идет режим сфера режим выдержки сфера не понял что это за штука сфера или компенсационный или компенсированный никаких изменений я не вижу давайте переключимся вот в этот компенсированный или компенсационный режим здесь есть параметр который мы можем покрутить и который особенно в принципе хотя нет картиночка немножко меняется но если бы светлее либо ярче вернемся на сферу чтобы это не значило также здесь есть под меню дополнительно где мы можем управлять уже вручную настройками затвора да здесь уже более понятные параметры это наша выдержка на шаттер стоит у нас 1 1 25 и максимально может быть одна десятитысячная до можем сами выставить но хотя не знаю кто будет заходить меню и постоянно это выставлять это видимо какие-то уже примут совсем кастомные такие настройки может быть кто-то заморочивается оставим на 1 25 усиление авто или ручное усиление аналоговое усиление цифровое непонятно что это за настройка опять же наша картинка то светлеет то темнеет видимо какие-то настройки регулирующие светочувствительность камеры если мы будем крутить усиление цифровое ничего не меняется возможно данная камера будет потом у нас поддерживаться и цифровыми модулями не знаю все закончили с этим меню выходим из него и нажимаем возврат следующее меню все здесь понятно управлением балансом белого есть режим а т.в. есть ручной режим где мы можем покрутить значение цветов красный синий но ребят хочу сказать что в режиме авто данная камера очень неплохо справляется поэтому лучше поставить все это дело в автоматическом режиме делаем возврат дальше идет пункт меню день-ночь режим внешний черно-белый а чем внешний цветной авто ну видимо здесь какие-то настройки при работе в темное время суток при съемке в общем смотрите сами внешний чб и цвет что за хрень непонятно возврат тюнинг видео а ну это банально контраст острота это наверно четкость какая-то усиление цвета это цветокоррекция 3d шумодав кстати чудо шумодавом ручной или авто ну и возврат следующий пункт меню настройка видео ну здесь режима видео пал или ntc так я все сломал при переключении из ntc впал у нас почему-то сбрасываются все наши настройки в том числе даже установка языка но здесь вот размер картинки 4 к 3 или 16 9 от зеркалирования открыто-закрыто страны так это флип и значит включение-отключение видео все общий сброс выйти сохранить и выход вот такое вот меню ну если честно не совсем для меня понятная но достаточно емкая парни так я нахожусь на улице сейчас уже вечер стемнело и мы сейчас попробуем походить с нашим стендом и посмотреть как показывает камера в такое время суток но есть нюанс 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 заключается в том что у нас сейчас зима вот и снег он очень в общем-то хорошо отражает любой свет даже небольшой от фонарей поэтому тест будет так себе в принципе ну давайте подключим аккумуляторную батарею мой хорошо показывает камера передает хорошо белый цвет так небольшая техническая заминка значит что хочу сказать отлично показывает камера вот сейчас я нахожусь на крыльце у меня здесь достаточно много фонарей горит но камера передает очень хорошо белый цвет смотрите какой белый снег я не знаю видно ли вам что-то в камеру которая снимаю абсолютно точно одевер на этом вот мониторе говно в общем он передает картинку очень плохо ну что пойдемте в темноту так цвета немножечко у нас скажем так притупились но картинка отличная светло к огнем снег отражает свет и зимой на ней летать на этой камере вообще просто супер вот я вам для примера покажу что сейчас видит у нас диджай осмо 3 да кстати я поменял себе камеру а вот то что видит сейчас у нас ритейл про вот такая вот картинка замечательно но пройдемте еще чуть-чуть я бы сказал видно как днем супервиде работает просто божественно даже захотел собрать коптер на этой камере смотрите значит зашел я тут в такую подворотню здесь абсолютная темнота вот так видит осмо фактически ничего не видит а вот так видит ритейл про ну просто супер замечательно есть шум и но для аналоговой камеры это абсолютно не критично cadix молодцы они что в цифре что в аналоге сейчас делают достаточно неплохие камеры причем камеры рассчитанные именно на пониженное освещение это классно и так и теперь давайте проверим как камера видит при дневном освещении сейчас прекрасный солнечный зимний день уже в общем то вечер подключаем наш стенд она вот ребят у нас солнышко в принципе картинка меня тоже всем устраивает давайте посмотрим как работает видеар вот я наложу на солнце здесь у нас правда дерево мешает но вот прямой свет солнечный камера максимально отрабатывает значит вот этот вот пересвет фактура снега в принципе просматривается очень неплохо как мне кажется давайте зайдем в теневой участок ну здесь конечно все шикарно видно я как-то даже не сомневался в этом и опять на солнце резко причем так ну что настало время подводить итоги я каратенечко потому что на улице достаточно холодно и в общем особо тут разглагольствоваться нет смысла что я хочу сказать по вот этой вот аналоговой в пиве камере от cadix fpv это про прекрасное ночное видение прекрасное просто я не знаю я лучше камеру не видал наверное не встречал которая так хорошо видит темноте и кому-то может быть она будет полезна под какие-то определенные задачи в темное время суток эта камера просто вот конфетка ну и неплохое в принципе изображение плохую картинку она дает и при достаточно ярком солнечном дне камера классная кадикс молодцы рекомендую к покупке на этом все всем большое спасибо подписываемся на канал не забываем писать комментарии заглядывать в описании всем пока зацените какие у себя нашел очки вернее шлем сейчас попробуем включить их и посмотреть на картинку да картинка классная класс вообще мне нравится мне больше всего нравится как отрабатывает баланс белого здесь просто идеальные цвета снег прям белый не синий не какой-то там серый а именно вот такой белый-белый такой как вот он в реальности должен быть так что кадикс однозначно лайкос камера класс все пока закругляюсь